Я безусловно считаю, что это приносит определенную пользу, хотя бы, извините за выражение, но в этом есть такой, как результат этих линий, существует такой дисциплинирующий, устрашающий момент для тех, кто не делает то, что следует делать. Я сейчас далек от прославления Путина или нашей политики и так далее, хотя я поддерживаю вполне то, что происходит в мире уж точно, но когда не платят зарплаты месяцами людям, и если кого-то, как результат этого общения, кого-то наказывают за это, то это является сигналом для других начальников, как-то посмотреть на то, что происходит в их регионе, дороги и прочие вопросы. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, для нас в нынешней особенной ситуации очень важна консолидация. Эта консолидация может быть не идеальной, но нам не нужен совершенно раскол сейчас в обществе, потому что мы опять противопоставили себя миру, и, может быть, не без разумных и правильных причин, противопоставили себя миру Крым и прочие вещи. Я за то, что Крым у нас, и мне было очень жалко, что Крым был вне России, тем более я там снимал кино, это была очень плохая жизнь в этой жемчужине, абсолютно потрясающем месте. Мне кажется, что вот такие обращения, они очень играют серьезную пиаровскую, в правильном смысле этого слова, роль, в том смысле, что помогают вот этой консолидации общества, которая сейчас очень важна для нас. Нам очень важно иметь внутреннее согласие. Было бы гораздо хуже, если бы у нас там общество делилось на две половины к этому. Одни принимают, другие не принимают и так далее. С точки зрения популяризации фигуры президента, это тоже очень важный, правильный, на мой взгляд, политический, очень правильный ход. То есть это работа. Ну и, кроме всего прочего, действительно поднимаются вопросы, которые, ну, что грех отойти, там, экология, дороги, зарплаты, рост цен, цена на баррель, цена на рубль и прочие вещи, это те вещи, которые нас волнуют, безусловно, каждый день. Каждый слушает, пошел ли вверх баррель, левти, там и так далее. К сожалению, у нас такая экономика пока. Вот. И это, конечно, гораздо более человечный подход, чем подход там советских лидеров, которые вообще жили в такой абсолютно отдельном, закрытом, замурованном где-то на небе месте, и абсолютно не было никакой связи с общественностью. Вот. Поэтому я положительно отношусь к этому. Положительно. И, в принципе, Путин очень хорошо отрабатывает эти вещи, так надо признаться, если честно. То есть он выглядит вполне убедительно и победительно в этих ситуациях, несмотря на все проблемы, которые в нашей стране есть и так далее.